приветствую вас дорогой зритель нам принесли airpods наушники первого поколения от apple их случайно постирали в стиральной машине но и как результат они не включаются попробуем конечно что нибудь сделать но для начала разберем но конечно скорее всего кейс пойдет под замену но мы его разберем и посмотрим что там случилось apple официально объявила я фиксит сказали что они не ремонтируются давайте это проверим попробовать стоит сейчас подсоединил кабель с питанием lightning попробую может они просохли вдруг заработает все же надежда есть вот сами наушники я проверил в своем кейсе они работают то есть после постирания они получается выжили только наушники но кейс как вы видите не выжил лампочка не горит то есть не работает сейчас я возьму свой кейс исправный подключу питание ну то есть видит светодиод горит зеленым вот подключаем питание смотрим сейчас светодиод перешел в режим зарядки и горит оранжевым сейчас я извлеку наушники отсоединю питание снова подсоединю так и светодиод зеленый все ок сейчас вставляем наушники и приступаем к разбору вот все что потребуется для разборки данного кейса первый раз когда я разобрал разбор прошел успешно я не повредил корпус это мой второй разбор кейса вот поэтому сильно не осыпайте гневными комментариями и дизлайками вот это просто я разбираю для того чтобы показать то с чем столкнется владелец данных наушников когда самостоятельно будет их разбирать достаточно разборку очень сложно вот смотрите видите никак не поддается я пытаюсь подлезть но у меня не выходит подлазил с боков и срезаю клей который там находится но вот они не поддаются прям ни в какую вот чудо извлек так данные наушники отличаются от тех которых я в первый раз разбирал но вроде первые тоже как бы оригинальные а это уже более поздняя партия потому что здесь плата управляющие на черного цвета те которые первый раз разбирал там и батарея была получается серебристая а под батареи находилась плата управляющие синего цвета вот а здесь черная батарея соответственно плата будет скорее всего черного цвета сразу внизу идет черная с поролоновым скотчем ободок алюминиевый вот наверное это служит как бы защитой либо влагостойкостью вот чтобы жидкость туда не проникла ну их постирали поэтому вода все-таки нашла куда проникнуть вот следует также извлечь батарею батарея приклеена ее нужно будет подлезть самодельным инструментом из текстолита матрицы и аккуратно срезать таким образом чтобы не повредить саму батарею и не оборвать шлейф который под батареи приклеен к стенке вот и зафиксирован фиксатор а в данный момент я сейчас пробую скальпелем внутри срезать зеленый этот клей чтобы попробовать извлечь полностью внутренний каркас но он не поддается сейчас попробуем зажать тиски и снять верхнюю крышку который также очень крепко заклеена то есть с трудом поддается вот извлекаю внутренний металлический каркас беру подлазе и отклеиваю батарейку таким образом чтобы ее не повредив пальчиками отодвигаем сторону уже потом пинцетом отстегиваем фиксатор и извлекаем батарею вот батарея извлечена сразу видно что шлейф батареи после попадания жидкости успел немного окислиться и подгнить контакты их всего там три штуки но они достаточно подгнили сейчас я попробую сфокусироваться показать вам поближе так вот видите плюс минус и в середине еще мелкий контакт с первого раза не удалось снять крышку сейчас я ее пошатаю разболтаю в разные стороны все таки и следует убрать потому что она мешает неудобно так работать так крышка уже стала поддаваться сейчас она вот-вот извлечется ну опа готова все странный какой-то зеленый клей но достаточно хороший и плотный теперь нам надо добраться до внутренней платы мне нужно извлечь но клей не дает это сделать поэтому сейчас я буду рукожопом здесь у меня уже сдают нервы потому что я никак не могу извлечь уже пробую разные варианты разные инструменты даже он круглогубцами нужно будет извлечь таким образом чтобы шлейф при этом не оборвав и не повредить плату он беру кусачки вкусовую по кусочкам весь корпус если вдруг плата после чистки спиртом оживет то у меня есть из первого варианта когда я разбирал там получилось удачно разобрать и корпус вообще не поврежден вот выкусываем все полностью срезаем все лишнее почти готово очень много я насорил но все-таки добрался но почти еще не совсем все сейчас надо будет выкусывать выкручивать винты отстегивать шлифа с этой стороны и нижней шлейф где непосредственно вставляется light вот нижней мы можем оставить просто выкрутив винты верхней надо будет выкрутить винты извлечь его сейчас поймаю фокус покажу вам видите вода нашла способ туда попасть и вся плата практически со всех сторон она окисленная вот шансов очень мало что она вообще заработает но если найти кейс с нерабочей батареи то можно будет из двух или даже из трех один рабочий собрать в общем выкручиваем винтики тут у меня немножко задрожал фокус убираем верхнюю заглушку и отстегиваем шлейфик плата приклеена с нижней стороны пластмассового каркаса ну чтобы ее аккуратно извлечь сейчас я буду дальше выкусывать все лишнее плата удалось мне достать возьму-ка я спиртик сейчас я все намочу и зачищу зубной щеткой аккуратно окисленные компоненты таким образом чтобы их не снести вот все-таки надежда она есть и как следствие надежда умирает последний ватной палочкой равномерно наношу спирт на поверхность окисленных компонентов нашей платы беру зубную щетку средней жесткости и зачищаю окисление и так несколько раз вот потом немножко посушу феном ее и попробую подключить проверить загорится светодиод или нет но предварительно подключив к ней шлейф что хочу сказать что айфиксит действительно сказали что данные наушники apple заявила что они не подлежат ремонту это действительно так но есть одно но если будет куча нерабочих наушников то как сказать из 10 2 комплекта можно будет собрать это в том случае если их не постирают вот надо будет выискивать варианты может кто-то просто так отдаст уже с внутренней батареи не рабочий подсевший вот ну и то же самое с ушами вообще мне нравятся эти наушники они очень интересные и также наушники можно менять правый левый без разницы с других комплектов просто братья потом их коннектить это мне очень понравилось в этом это очень удобно если потеряли один наушник то всегда можно докупить один вот на том же улы x или авито они продают но опять же могут быть с такими ушами проблема потому что один наушник может тише играть у другого может быть батарея быстро садится то есть по всякому нужно будет проверять с рабочим комплектом так брать на авось тоже очень рискованно сейчас я подсоединяю шлейф так как в корпусе есть светодиод и если все окей после подключения кабеля питания lightning он должен загореться зеленым ну и как следствие перейти в оранжевый цвет светодиод но это в том случае если батарея живая и работает контроллер заряда вот все надежда есть также сейчас почищу этот шлейф чтобы он блестел подсоединяю батарею почти все готово сейчас подключу кабель и буду ждать чудо так где тут кабель сейчас я его подключу в надежде что все заработает но как вы видите чудо не произошло сейчас еще немного потыкаю зарядку взад вперед розетку проверю может просто не работает нет контакта ну-ка нет не включается ну в общем все надо будет искать новый кейс а этот комплект оставить до лучших времен когда будет больше запчастей вот это первый вариант который я разбирал самый первый раз я не снимал видео видите аккуратно получилось все разобрать все шлейфы целые плата отличается она синего цвета вот так же есть для сравнения клей клей и желтый в первом варианте вот где я разбирал первый раз и второй вариант который я сейчас разобрал в этом видео там он уже другого цвета зеленый вот не знаю с чем это связано может первый вариант это были фейковый кейс то есть мне неизвестно а данным наушникам требуется новый либо буш кейс у нас городе на улыкс их продают от 15 до 30 тысяч в зависимости от состояния вот на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайки если у вас есть вопросы пожалуйста напишите мне в комментариях я на них обязательно отвечу пока пока с вами был марк и елизавета до следующего видео